Зрители, то есть вы услышали всё от Вадимира Сычёва, мы его стараемся не перебивать, потому что он действительно выдаёт всю информацию, которая написана в карточках спортсмена. Да, добавить здесь больше-то нечего. Ну что, нет, можно добавить то, что это в весовой категории до 80 килограммов. И у обоих в зачёте проход 1-8, дошли до 1-4 с нокдаунами, и 1 и 2. Второй. Саша Дмитренко является финалистом 2016 года, а Шер дошёл до финала и выиграл в прошлом году пояс чемпиона. Так что это очень интересный бой. Да, таких просто два. Вот здесь у нас прозвища Аллигатора у Шера Мамазулова, но вот я хотел сказать тоже два Аллигатора, в принципе, здесь на ринге сегодня. С огромным опытом и как раз-таки в боях-то на... Ну, прозвище Аллигатора Шеру дали не зря, потому что он очень хорошо вцепляется и лично, как Аллигатор, начинает свою жертву поддушивать. То есть за слабые места ещё плюс, да? Да, и под воду. Очень интересно. Ну, у них параметры, в принципе, полностью совпадают. В течение того, что разница между ними в 7 лет в пользу тольяттинца. Хотя непонятно в пользу или нет. Всё-таки с возрастом, возможно, и тяжелее. А то, что вот режиссёр показа сделал перебивку и показал родителей Шера, которые приехали специально в Казань посмотреть на своего сына, поболеть за него. И мы такие, скажем, такие события, скажем, становятся достаточно регулярные традиции, что Казань посещают не только родители, спонсоры, друзья, группа поддержки. И очень много ребят, скажем, приезжает посмотреть на это действие вживую. Да, но у нас пока здесь активность набирает обороты. У спортсмена сейчас довольно-таки яро. Ну, скажем так, да. Демонстрируют друг другу свои силы. То есть я думаю, что спортсмены очень хорошо были готовы. Ну, плюс два кикбоксёра они ещё. Без захватов предупреждают и сразу... О, сейчас пропускает удар. А, ну в пах, в пах попал сейчас, да. Сейчас Шер попал в пах Александру. Я думаю, что режиссёр покажет эту запись, этот сюжет. Сейчас повтор у вас будет, но... Ну, мы это увидим в минутном перерыве. Конечно, в хайлайты войдёт. Так, и вот опять показывает, что вновь в пах попал сейчас Шер. Останавливает бой. Замечание. Замечание Шеру. Замечание. Сейчас дисквалифицирую всех. Так, ну здесь уже всё так... Всё серьёзно. Я так понимаю, что, во-первых, накаляются страсти, потому что, конечно, когда спортсмены пропускают удар и... Интересно, что Шер чаще всего пытается коленкой как раз-таки в живот, в грудь куда-то попасть Александру. Я думаю, что это выигрышный, скажем, выигрышный вариант. Единственное, что, конечно, колено – это очень опасный инструмент. Сильное оружие в ближнем бою. Я думаю, что он правильно это делает. Да, практически в каждой атаке работает колено у Шера. Александру Невочу-то легко сейчас тоже найти слабое место. А вот аллигатор, кажется, нашёл. Ну, конечно, это чревато замечаниями, потому что, чаще всего, цели с живот, бывает, ты промахиваешься в сторону паха. Обменялись сейчас такими лоу-киками. Да, очень жёсткая работа и бой чрезвычайно напряжённый. Я говорю, это бой, это надо смотреть возле ринга. Так что мы, все, кто находится возле своих экранов, возле своих мобильных устройств, то, поверьте, ощущение, которое испытываешь возле ринга, находясь в зале, в помещении Татнефть-Арена, его не сравнить. Приходите и болейте вживую. Да, я здесь соглашусь абсолютно, потому что по телевизору это не то. Да, есть преимущество повторы, но повторы есть и здесь. Здесь прекрасный большой экран, на котором всё показывается. А вот когда ты видишь живую вот эти все эмоции людей, и всё, что происходит за рингом, за пределами ринга. То есть оно добавляет градусов. Конечно, это как секунданты ведут себя, как замечания делают. Горячие, горячие. Горячая публика собралась, а другой публики у нас на боях и нет. Всё готово для второго раунда. Да, напоминаем, что это пятый бой, и бой очень принципиальный. Второй. Ну и сразу с ног начинают оба спортсмена. Вот, сейчас минут пропускает Шер. Ну и ещё мы услышали замечание от рефери, что было официальное замечание за прихват. То тут, конечно, при всех раундах Шер уже, скажем так, на одно замечание уступает. Да. Вот подсказывает секунданты. Ногой и джеб. Секунданты Шера. Пропустил удар Шер, но и тут же ответил. А вот опускать руки, наверное, точно не стоит, потому что... Да, употребляет как сейчас этим. Оба спортсмена высокие. И тут, конечно, на выходе из атаки можно и, скажем, встретиться с ногой соперника. Ох, сейчас хлёсткий удар какой получился. А сейчас просто подсечка? Я думаю, что он подбивал под лоу-кик и, скажем... Ну, я... Накаляется градус у нас, а? Накаляется. Вы не представляете, что творится в углах. Секунданты. То есть я... То есть... Готовы, готовы выйти. Половина раунда позади. Не опуская руки, подсказывают Шеру. Александр наседает просто на своего оппонента, на своего соперника. Теперь уже Саша начал цеплять. Да, здесь же захваты и удары с колена получаются такие. Ох, сейчас пропускает Александр. Довольно-таки тяжелый удар, но старается держаться в ногах и отвечает. Достал, достал, достал Дмитренко. Достал, Дмитренко. Минута до конца, но творится что-то невероятное. Сейчас уже такие захваты, как будто повалить руками просто. Уже немножко за пределы правил. Скажем, таких два дубы-колдуны. Это люди на ринге необычайной силы, упертости, воли, характера. Тут в этих двоих спортсменов вообще вошло все. Все восхищения, которые, все эпитеты, превосходная степень. Можно смело вот этим двум спортсменам, двум атлетам дать. И поверьте, это даже не бонус. Ну и видно у Александра такое красное пятно в зоне рёбер. Пропустил один хороший. Низко, низко, низко был удар, низко был удар. Уже третий или четвёртый раз за этот бой. Шертак может и доиграться. Ох, а сейчас прям... Устали, устали. И конец раунда. Да, замечательный раунд, просто превосходный. Я посмотрел бы ещё. Только не хватило. Думаю, силу спортсменов на таком темпе держать ритм. Но пропускали и те, и другие, но оба держатся. Никаких нокдаунов пока даже, в принципе, и не пахнет ими. Зато то, что передаёт опять же атмосферу, в отличие от телевизора, это запах мазей, который здесь стоит, разогревающих. Это та самая тайская мазь. Мы видим, что Саша Дмитренко в углу стоит спокойно. Слушает замечания тренера, секунданта. Шер отдыхает сидя. И, скажем, два секунданта Шера, они... Ну, не знаю, кто из них более энергичен сейчас. Да, сейчас объясняют, как следует... Ну, скажем так, то, что они ему... Привести третий раунд. Да, то, что подсказали, было видно, что в бою это проходило. А Шера мы знаем, как очень дисциплинированного бойца. И то, что ему сказали, наверняка они это смогут... Наверняка он это сможет повторить. Третий раунд. Начинается с ударов по ногам. Коротенькие, коротенькие удары, но такие... Пристреливаются, пристреливаются. Очень опасно, очень опасно. Ну и обмениваются. А вот сейчас уже и в печень прилетает. Нет, за это сделали замечание. Все-таки промахнулся он. Куда-то там больше в тазобедренную часть. Не стоя на месте, подсказывают секунданты. Никто, собственно, и не стоит. Довольно-таки активно оба спортсмена. А сейчас пропускает Александр. Немножко растерянным выглядит. Наседает Шер. Что, попытки? Не доводит он до нокдауна. Но уже небольшое преимущество физическое есть. Да, можно было, конечно, отдать преимущество предыдущего раунда. Вторая половина за Шером. То есть были яркие атаки. Но и Саша Дмитренко, он, скажем, долги умеет отдавать. Да, собственно, сейчас, я думаю, в голове продумывают план, как вернуть этот должок. Но вот главное не пропускать такие удары. Да, ну как они успевают быстро соображать, думать, выстраивать комбинации? Как это все происходит в голове? То есть это, наверное, не компьютер себе. Задымился бы айфон, задымились бы все андроиды. Потому что, во-первых, это не только еще выстраивать комбинации, а еще удержать болевой порог. Чувствуешь, как проходит удар, это больно. И тут же ответить. Да, и тут же в этой ситуации ты должен быстро, моментально, мгновенно решать задачи. Так, ну, после такого активного начала некая усталость на лице Шера есть. Собственно, и Александр тоже не самый свежий сейчас. Поднимает, поднимает Шер снизу, потому что нашел, где Саша Дмитренко ошибается, то есть разбросаны руки. И вот этот крючок снизу, апперкот, постоянно он ему угрожает Саше. Но как раз секунданты подсказывали Шеру действовать апперкотом. Поэтому Саша перешел на такие более длинные удары и не подходят. А вот средняя дистанция, вот тут задача уходить. И опять Саша, ну, не надо, не стоит, не стоит виснуть. Идея была хорошая. Ну, кажется, слишком сблизился, да, у нас с своих соперников? Идея была хорошая, не дать... Не дать дистанции как-то или что-то? Совершенно верно, то есть. Вот зря Саша опускает голу, поэтому секунданты и подсказывают, что нужно делать апперкот и Сашу поднимать. Саша хорош на дистанции, хорошие удары, сильные, но вот эта остановка, она, наверное, не нужна ему. Последние секунды третьего раунда. Сейчас волнуется секунданты Шера. Последний удар остался за Шером. Кричали они ему, подними руки, подними руки, потому что был риск пропустить. Ну, для зрителей, для спортсменов, наверное, не очень, потому что сейчас нас ожидает четвертый экстра раунд, потому что не было нокдауна и нокаута. И по правилам ТНА мы, конечно, ждем, что событие будет развиваться. Как будет событие развиваться в четвертом раунде, вы узнаете буквально через, меньше, чем через минуту. Да, но видели мы сегодня нокдауну, не видели нокаутов. Ну, скажем так, это был технический нокаут. Но технический нокаут, понятно, прямого, как часто вообще встана бывает? Вы знаете, в связи с тем, что спортсмены, скажем так, по классу, ну, по селекции поднимаются выше, то есть это за четвертое, то я думаю, что сейчас, скажем так, в полуфинале их будет еще меньше. Бои будут идти в полную силу и будут идти до конца. И опять-таки бескомпромиссно. Очень много людей сегодня в зале, и такая поддержка хорошая. Хорошая публика Татарстана и Казани, что болеет одинаково как за российского спортсмена, так и спортсмену Суббекистана. Да, здесь, как говорится, за красивую игру, в данном случае за красивый бой. Вот сейчас, а вот сейчас это было красиво, и с той, и с другой стороны. Да, настало время отдавать долги Шерону. Ну, тут, нет, тут удар был, конечно, не движение. Саша уходил и просто его зацепил, приклеился этот удар. Сейчас ловит он такой на вертушке Шерону, но тут отвечать как бы нельзя. Хлесткие удары какие, а? Звук по всей этой нефть-арене просто разносится от этих ударов. Зря, зря Шерон. Расслабляется. Да, как-то назад начал отходить, немножко считая, что контролирует ситуацию, но это как раз-таки не в его пользу сейчас все. Александр прибавляет, прибавляет неплохо, почувствовал он, что может. Стоп! Слушай! Но сила на исходе, четвертый раунд это, середина его. Может быть, Шерон почувствовал, что он выигрывает, и опять-таки тут надо понимать, что твист твое мнение, а есть мнение судей. Нет, мы субъективно все судим. Я лишь констатирую то, что вижу. Пока, по мне, так Александр более убедительно выглядит в этом раунде, исключительно в этом раунде. Ну и Саша и цепляется. Это тоже не в его пользу и говорит о том, что, скажем, ну, сил остается меньше. Ну да, видно это, конечно, и... Потому что по их выражению на лице... Уступает, уступает в количестве ударов Шер. Саша Дмитренко добавляет и чувствует, что все-таки остается за ним и ринг, и бой. Если Шер сейчас не предпримет активные действия, то... Возможно, скоро упадет или нет? Или просто все закончится в пользу Александра? Уходит, уходит Шер от боя. Да, как будто бы уже просто терпит. Терпит, доживает, последние секунды. А здесь уже, как-то, ну, это уже не по правилам повалили, правильно? Конечно. Ну, устали. Сейчас сила на исходе, просто публика взрывается. Спортсмены последние 10 секунд отрабатывают. Пропускает Александр, тут же захват, остановка. Не любят судьи из... Боют по прямым ТНА, когда спортсмены уходят от боя. Ну и все, я думаю, тут стоит поаплодировать и тому, и другому спортсмену. Александр, так, ну, вроде бы как победно вскидывает руки вверх, Ну, хотя он, наверное, больше рад, потому что все закончилось для него сегодня. Независимо от того, как хорошо или плохо. Ну, мне нравится тренер Саша Дмитренко. Он такой спокойный, вдумчивый. То есть ни одна мышца на левой лице не дрогнула во время боя. Он очень четко по сути. Да, не такой экспрессии, как вот... Да, очень скупый по делу. Ну, все, что он хотел сказать, видимо, уже сказал на тренировках. Все отработали. Здесь оставалось Александру только все это показать. Насколько ему удалось, сейчас посмотрим. Это уже нам скажут судьи. Решение орбиты. Решение орбиты. И вот сейчас Александр заводит зал. Так, заставляет аплодировать. Ну, в хорошем настроении, доволен он, доволен собой, доволен он тем, как он провел бой. Показали замечательный поединок. Несколько минут, и мы узнаем, кто из них прошел в полу. Только что нам показали отца Шеры, который поддерживает своего сына. И, конечно, эта поддержка, любая поддержка спортсмену нужна и важна. Что ж, ждем вердикт. Александр или Шер? Тот случай опять, когда, собственно, и не предугадаешь. Ну, говорили мы о том, что не хотелось бы быть судьем в этом бою. Но вот решение приходится выносить. И один из замечательных спортсменов оставляет. Так, здесь нужна интрига. Все-таки Шер, и все-таки Шер. Ну что, поздравляем бойца из Узбекистана. Достойный бой. Конечно же, аплодируем Александру. Тоже молодец. Я не скажу, для меня ни тот, ни другой сегодня не проиграл. Но у вас же... Нет, сейчас нет такой стульки, как... Вы знаете что, мы не проиграли. Потому что... Скажи мне пару слов. Такой заряд, такой, ну, скажем, такой... Давайте послушаем Шера, тем более его отец сейчас тоже идет к рингу. Не может сказать, пытается дышаться. И я так понимаю, что эмоции... Спасибо, организатору. Так, и вот отец, отец поднимается сейчас на ринг. Всегда добре. Поздравить сына. Всем большое спасибо, организатору. Большое спасибо. Спасибо. Привет, Казан. Большое спасибо нашему тренеру, Руслану Алексеевичу, который сегодня не смог приехать, потому что завтра наш брат уступает в Китае. У него серьезный бой. Спасибо. 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 Спасибо.